всем огромный привет и рада приветствовать вас на своем канале вы на канале вязание и в этом видео мы будем вязать детское пончо из пряжи alize пуфи цвет номер 149 такой вот очень красивый малиновый цвет пончо связано на ребенка 7 лет и на такое пончо у меня ушло ровно 3 ма . пряжа пончо связано от горловины и идет расширение в четырех местах для этого нам еще также понадобится 4 маркера чтобы обозначить эти точки где у нас будут идти расширение пончо связано обычными перекрученными петлями и между рядов провязывала изнаночный ряд и так если вам интересно оставайтесь со мной и мы начинаем итак берем рабочую нить измеряем обхват головы ребенка так чтобы голова свободно проходила считаем количество петель у меня получается 24 петли теперь 24 петли нужно распределить следующим образом 4 петли мы оставляем 1 петелька пойдет на спинку 2 на перед и 2 петли пойдут по бокам и оставшиеся 20 петель мы распределяем равномерно по всему кругу то есть по 5 петель пойдет на каждую из сторон из этих 4 петель мы будем делать прибавление то есть из одной петли мы будем вывязывать 3 петли из одной петли 3 петли следующем ряду из этой центральной петли мы будем вывязывать также 3 петли и с каждым рядом у нас пойдет расширение так мы провяжем 3 4 ряда если у вас при измерении головы получилось нечетное количество петель значит необходимо добавить петельку чтобы равномерно распределить петли и так 24 петли вот 24 петля теперь соединяем вязание в круг между 24 и 25 петлей я завязываю хвостик и теперь те петли которых мы будем делать прибавления нам нужно отметить маркером первую петлю мы маркером отметили отсчитываем следующие 5 петель 1 2 3 4 5 и на шестую одеваем маркер распределили все петли 4 петли отметили маркером мы должны в петлю отмеченную маркером провязать 3 петли перекручиваем петельку петлю от рабочей нити продеваем раз в эту же петлю продеваем еще одну петлю 2 и в эту же петлю продеваем еще одну петлю от рабочей нити мы в одну петлю провязали 3 петли и теперь вот в эту центральную петлю мы одеваем маркер вяжем следующие 5 петель берем петельку перекручиваем и петлю от рабочей нити продеваем петлю перекручиваем продеваем следующая петля с маркером в эту петлю мы делаем прибавку провязываем 3 петли маркер снимаем петлю перекручиваем и следующую петлю от рабочей нити продеваем 1 следующую петлю от рабочей нити продеваем 2 и следующую петлю от рабочей нити продеваем 3 в одну петлю мы провязали 3 петли и вот в эту центральную петлю мы одеваем маркер и вяжем следующие 5 петель перекрутили продели и мы дошли до следующего маркера в эту петлю мы делаем прибавления вяжем следующие 5 петель дошли до следующего маркера и делаем тоже самое и вяжем до следующего маркера здесь петлю провязываем перекручиваем так же и провязываем дошли до маркера петлю перекручиваем и в эту петлю мы делаем прибавление вяжем 3 петли в одну довязали до следующего маркера и И повторяем все то же самое. Продолжение следует... И мы закончили вязать ряд, то есть вот этот хвостик, это у нас начало и конец ряда. Далее самостоятельно провяжите еще пару рядов. Провязать вы должны до тех пор, пока пончо не закроет плечи. Приблизительно 3-4 ряда. Итак, вот я провязала 4 ряда. Раз, два, три, четыре. И примеряя пончо на ребенка, мне 4 ряда достаточно. То есть оно закрывает плечи. Поэтому расширение я больше делать не буду. Там, где у нас вот хвостик, конец и начало ряда, это у нас спинка. С противоположной стороны перед. И по бокам, где мы делали расширение по бокам, мы делать расширение больше не будем. Маркеры мы снимаем. Продолжаем расширять спинку и перед. Продолжаем. 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 боковые стороны мы больше не расширяем поэтому провязываем каждую петельку по одной петле дошли до маркера и здесь мы делаем прибавления дошли до следующей боковины где в прошлом ряду у нас было прибавление и прибавление мы больше не делаем по бокам прибавление мы больше не делаем в каждую петлю провязываем по одной петле довязали до маркера и в эту петлю делаем прибавление но этот ряд я хочу провязать изнаночным чтобы сделать такое небольшое разнообразие в рисунке поэтому рабочую нить перекидываю перед работой перекручиваем петельку делаем прибавление 3 петли но петли протягиваем вот так от себя 1 следующая петля от рабочей нити 2 и еще одна петля 3 протянули 3 петли и одели маркер на центральную петлю и дальше вяжем изнаночными петлями также петельку перекрутили рабочая нить перед работой следующая петля от рабочей нити и мы ее продеваем от себя петлю перекрутили петля от рабочей нити продели от себя итак двигаемся до следующего маркера до вяжите до маркера сделаете прибавку далее самостоятельно довяжите ряд до конца и следующий ряд мы будем вязать опять лицевыми и вяжем так до нужного вам размера изнаночный ряд я буду чередовать через каждые два лицевых ряда то есть провяжу два ряда лицевых один ряд изнаночный два ряда лицевых один ряд изнаночный и вяжем до нужного вам размера после того как вы довяжите кончо до конца нам необходимо будет обвязать горловину для этого берем рабочую нить и продеваем петельки между такими вот косичками то есть вот видно хорошо мы продеваем просто петли по кругу продеваем так до конца из последней петельки мы просто закрываем эти петли которые мы протянули мы их закрываем также по кругу конце отрезаем одну петельку лишнее отрезаем протягиваем эту петлю закрепляем все с изнаночной стороны все петли прячь и у нас получается вот так вот обработана горловина я заканчиваю вязать пончо осталось только закрыть ряд у меня ушло 3 мотка пряжи закрываем петли таким же способом как мы делаем на всех вязаных изделиях из ализе пуфи продеваем петельку через петельку и закрываем так до конца ряда мы закрыли ряд до конца и в итоге у нас получилось вот такое вот замечательное пончо очень теплое мягкое ребенок счастлив и доволен если вам понравилось видео ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео вяжите с удовольствием всем удачи и до новых встреч у меня науги алло